День спасателей 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 поговорить о том, что за последние 12 месяцев, да, как-то попытаться оценить. Ну вот только что я приводил в пример результаты опроса сервиса Суперджоп. Очень много людей, оказывается, в нашей стране рассчитывают на свои силы и будут, видимо, предпринимать попытки открыть свой бизнес в наступающем 2023 году. 3% респондентов указали именно на это, на то, что хотели бы заняться предпринимательской деятельностью. Это самонадеянный по нынешним меркам? Или есть какой-то, да, действительно ощутимый рост? Или, собственно, флаг в руки, что называется? На самом деле считается, что от 3 до 5% в принципе населения имеют способности и предрасположенности к предпринимательской деятельности. А амбиции предпринимательские, да? Нет, именно способности. То есть не просто амбиции, а, собственно говоря, 3-5% населения могут вести предпринимательскую деятельность и иметь для этого необходимые качества, так скажем, характеры. А то, что люди в нынешней ситуации имеют намерение заниматься предпринимательской деятельностью, для меня показательно, потому что я считаю, что это те люди, которые, собственно говоря, как и настоящие предприниматели готовы брать на себя ответственность. И за себя, и за сотрудников, и за результаты работы своего бизнеса. Это первый момент. А второй, который, мне кажется, очень важным, это некая самостоятельность. Тут же выбор достаточно простой. Либо ты ждешь, что тебе кто-то поможет, либо ты ищешь возможность действовать и отвечать за себя самостоятельно. И тоже, мне кажется, достаточно показательным, потому что не так много людей, которые готовы брать на себя ответственность и действовать самостоятельно. Но именно они, собственно говоря, как и все предприниматели, являются движущей силой в данном случае. А быть самостоятельным, независимым предпринимателем в наше время возможно? Я думаю, что возможно. Здесь всегда ведь, Владимир, мы с вами знаем эту дискуссию про независимые СМИ, независимо от кого. От государства вестимо. Ну, здесь всегда история от кого. То есть, в принципе, конечно, все мы так или иначе действуем. И, во-первых, в социуме, во-вторых, в государстве, в-третьих, в рамках законодательства. Поэтому абсолютно независимости не бывает. Но предприниматель – это тот, кто управляет теми процессами, которые ему доступны. Да, мы не можем управлять природой или политическими такими-то ситуациями. Но мы можем управлять персоналом, финансами, товарами, ресурсами. Предприниматель – это тот, кто максимально эффективно управляет тем, что ему доступно. И чем эффективнее, тем он успешнее. Человек, который не имеет предпринимательских способностей или наклонностей, он, собственно говоря, работает в найме. Такие люди тоже нужны, их гораздо больше. Но движение вперед, проживное, тем более движение достигается, на мой взгляд, именно этими тремя процентами. Ну, смотрите, Андрей Леонидович, все равно в России, по сравнению с рядом других стран, количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе, все равно не столь велико, как хотелось бы. И вот эти 3-5%, о которых мы говорим, мы их уже выбрали. То есть все люди, кто имеют способности быть задействованы в бизнесе, они уже задействованы в нем? Или все равно есть какой-то у нас еще люфт, гандикап, привлечение людей в эту сферу? На смену поколений, да, то есть возрастные уходят, приходят на их место молодые, но так или иначе эта доля остается примерно такой. Да, и можно ли как-то помочь, да, привлечь? Потому что сейчас вроде бы все равно и какая-то куча программ, да, какие-то льготные кредиты, еще что-то. То есть насколько все это влияет, да. Самозанятые у нас появились, да, как-то уже такая смежная категория. Ну, по самозанятым у меня особое мнение. Я считаю, что, в общем, самозанятость и бизнес – это абсолютно разные вещи. А, разные. Ну, я считаю так, да, потому что самозанятость – это самозанятость, это ты обеспечивал себя каким-то занятием. Бизнес – это когда ты привлекаешь сотрудников, когда ты развиваешься постоянно. Ну, то есть самозанятость – это больше ремесло, а не бизнес. Ну, самозанятые тоже ведь, на них ведь тоже лежит большая ответственность за свою семью, за своих, не знаю, десятерых баллов. Ну, на нем самом лежит некая ответственность, а предприниматель берет ответственность за себя и за коллектив. Смотрите, я считаю, что за 30 лет рыночной экономики, ну, в хорошем смысле слова в России, да, там, не государственной экономики, а такой открытой, мы прошли путь, который многие другие страны гораздо дольше шли. Где эта экономика существует давно, и мы знаем, там, историю бизнеса с вековой историей, да, поэтому, конечно, там, собственно говоря, и культура предпринимательства давно формировалась. У нас, вспомните, там, 20 лет назад бизнесмен был чуть ли не ругательным словом, и мы до сих пор пытаемся это отношение изменить. Поэтому я считаю, что мы в этом смысле, как страна, которая, там, опять же, идет своим путем, идем достаточно быстро. И круг, ну, вернее, такой, охват предпринимательского сообщества у нас большой. Если, там, говорить не официальными цифрами, там, которые в категории МСП, со странными, там, достаточно показателями, то я думаю, что мы соответствуем тому уровню, который в сопоставимых странах по количеству вовлеченных бизнесов. Конечно, у нас в последнее время возрастает доля государственной экономики в силу тех или иных обстоятельств. Но это, собственно говоря, и оставляет потенциал для развития региональной. Мы сейчас видим, и если вы посмотрите аналитику, коллеги, что вот эта сложная ситуация в экономике выступила достаточно серьезным катализатором предпринимательской активности. На последней встрече с городской администрацией, с несколькими предпринимателями, которые были, главный вопрос, который задавали, это была необходимость получить либо площади, либо территорию для развития своего производства. Основной запрос. А почему показатели по СМП странами назвали вы? Ну, у нас, если мы, например, с вами зададимся вопросом в Кирове, сколько средних малых предприятий, ну, средние предприятия сейчас с оборотом до 2 миллиардов рублей. Ну, вот, по нашей статистике. Является ли в нашем восприятии это предприятие средним? На мой взгляд, для региона это там крупнейшие будут предприятия. Да, это прям такой кит. Вот, поэтому вот эта вот история с МСП, она, знаете, в психологии там нашей, в восприятии кажется, что это небольшой там бизнес, а на самом деле малый бизнес это до 800 миллионов рублей, представьте. То есть миллиардные обороты, а ты относишься к малому бизнесу. В общем, это такое некое лукавство, так же, как и самозанятые, мне кажется. А давайте попытаемся сейчас, Андрей Леонидович, ну, в какую-то конкретную плоскость, практическую плоскость, да, перевести наш разговор. Вот, на ваш взгляд, самое перспективное направление для предпринимательской деятельности сейчас и в ближайшем будущем? Ну, мы знаем, что сейчас активно... Вы знаете, Владимир, я совсем недавно начал, ну, вернее, некоторое время назад начал задавать такой вопрос, как раз, чтобы, ну, собственно говоря, оценить ситуацию. И, вы знаете, удивительный ответ получаю в большинстве случаев от тех предпринимателей, которые, ну, реально занимаются бизнесом, причем производственным, непростым там, и не просто там купи-продай, например, да. А и большинство говорит о сельском хозяйстве. Вот удивительная история. О сельском хозяйстве и о производстве. Ну, опять же, там, машины, станки, что-то еще. То есть, вот, еще раз повторюсь, та ситуация, которая сложилась, непростая в экономике, с санкциями, с ограничением на импорт, открывает большие возможности. Те, кто сейчас пойдет в производственные мощности, так или иначе, останутся надолго в выигрыше. Потому что, на мой взгляд, все истории, связанные там с маркетплейсами и всем остальным, они такие короткие, но яркие, может быть, да, там вспыхнул, заработал, сгорел. Ну, да, вот, может, мода такая, да? Да, да. А вот те, кто сейчас пойдет в производственные направления, у тех будет возможность занять рынок, выйти на рынок, который сейчас, ну, прямо ждет их. Но эта ниша-то, она довольно ведь конкурентная уже на сегодняшний день. У нас масса производственных... А, нет, нет пока еще. Сейчас нет, да, сейчас наоборот. Сейчас потребность экономики в материальном производстве гораздо выше, чем объем самого производства. Я бы сказал, что сейчас надо производить и выходить с этим на рынок. А вот смотрите, все равно получается, что в условиях отсутствия иностранной, да, конкуренции, если мы говорим там о производстве каких-то высокоточных машин, там, станков, еще чего-то, все равно есть некоторые соблазны, да, признаемся, честно так сказать, сделать подороже и попроще. Подешевле, да, и попроще. То есть вроде бы как бы где-то демпингануть, где-то еще что-то, ну, это уж ладно там на совести продавцов, да, не окажемся ли мы потом в ситуации, как было, помните, с продуктовыми местными сетями, да, или какими-то отдельными магазинчиками, когда начали в Кировскую область массово заходить ритейлеры, которые начали просто закрываться, 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 да, и не выдержали конкуренции. Вот здесь вот сейчас эти предприятия будут открываться, и если они по каким-то причинам, да, не будут соответствовать тому уровню, который в свое время был задан электроникой, там, я не знаю, японской, европейской, не окажемся ли мы потом в ситуации, когда санкции рано или поздно когда-нибудь, да, снимут, и они окажутся неконкурентоспособны? Понимаю, о чем вы говорите, я думаю, что нет, потому что, на самом деле, рынок не перестал быть совсем конкурентным. Я читал, опять же, обзоры там по различным видам, по разным отраслям, замещение со стороны Востока, Азии, идет очень активно, и многое из того, что стало недоступным с Запада, очень быстро замещается с Западными, и вот там как раз есть риск того, что это далеко не лучшие, там обращики к нам придут. Поэтому предприятия продолжают оставаться, на мой взгляд, в такой конкурентной среде, но при этом ниши-то открылись, а потребитель уже знает, чего ждать. Мы уже с вами не хотим ходить в магазины, где не так комфортно находиться, или мы не хотим там ездить, отдыхать, там, где уровень обслуживания ниже. У нас запрос и ожидания как потребительские, так и, ну, скажем так, экономические, уже достаточно высокие. Поэтому тем, кто хочет на этот рынок зайти, надо этим ожиданиям соответствовать. Ну и давайте уже немножко об итогах 2022 года выходящего. Андрей Леонидович. Совсем немножко. Самый яркий положительный момент и самый яркий неположительный. Тенденция, которая вызывает наибольшее опасение. Ну, вы знаете, коллеги, я, наверное, конкретное событие там не назову, а я скажу, что, наверное, самое такое сложное в 2022 году, это то, что мы уже не знаем, чем все может ограничиться. Мы там после 20-го, 21-го и в 22-м, я уже не берусь сказать, что вот такого точно не будет. То есть проблема прогнозирования, планирования, да? Просчетом. Ну, вообще, даже не прогнозирование, а проблема, ну, не знаю, каких-то вот границ. То есть, ну, кто бы мог сказать, что, как говорится, что в 21-м веке будет чума и война, да? Ну, то есть невозможно там быть уверенным в том, что чего-то категорически не произойдет. Все может быть, все может там произойти, и к этому надо быть готовым, насколько это возможно. Это, наверное, из негативного к негативному отнесен. Ну, а из позитивного – это то, что опасения и наши, и наших, как это там, заклятых друзей, да, там, или... Ну, вообще, опасения относительно того, что для нас этот год после того, как он начался, будет крайне тяжелым, и мы его не переживем. Были и такие алармистские настроения. Эти настроения не реализовались, там, это видно и по цифрам. Конечно, по некоторым моим сегментам экономики крайне непростая ситуация, но с учетом того, как все начиналось, ну, я думаю, что все мы были готовы к худшему, и все даже ждали худшего. Спасибо, Эльвире Набиулиной и ее команде, да? Ну, вообще, команде правительства, я бы сказал. Я с точки зрения взаимодействия с командой из федерального правительства и регионального, могу сказать, что в большинстве случаев это совершенно адекватная ситуация и понятная и предсказуемая реакция и взаимодействие. Спасибо, благодарим вас еще раз наступающим. Андрей Усенко, президент авиатской торгово-промышленной палаты, был с нами на связи. Спасибо. Да, будем... Я, знаешь, подумала... Ассоциации какие-то возникли. Да, Андрей Леонидович сказал вот про то, что... Ну, про конкуренцию, когда заговорили в производстве, что способны, да, мы конкурировать с другими производителями. Да, способны. Но сыра-то нормального мы сколько лет ждали. Сыра нормального? После введения санкций. Не знаю, мне приходят на ум те же самые автомобили, да. Ты посмотри, что в этом году происходит. А, кстати, тут же, по-моему, вышел, да? После ухода европейских, японских автопроизводителей, что мы получаем? Мы получаем бурный рост... Китайцев. Китайского автопрома. Все, что даже выглядит как не китайское, в итоге оказывается китайское. Да, еще весной 22-го года у нас по количеству продаж новых автомобилей у нас китайцы были там далеко не на первом месте. Что-то порядка 12% рынка они занимались. Сейчас они уже под 35%, больше, чем треть. При этом, к большому, что называется, сожалению, да, люди, кто живут в Китае и пользуются автомобильной промышленностью Китая, говорят, что разница между... Разница в качестве или разница в качестве? Ну, смотри, в Китае же работают те же самые многие европейские автоконцерты. Тот же Volkswagen. Нет, понятно, что многие производства европейские в силу экологического законодательства перенесены в Китай, да? Китай это, не знаю, самый емкий, но один из самых емких авторынков на планете. И многие автоконцерты крупнейшие, они прямо ориентируются на китайскую публику, и они делают именно для них автомобили. Сейчас эти машины по параллельному импорту завозятся именно, кстати, к нам. Дмитрий Сергеев, член правления Союза строителей Кировской области, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская» к нам присоединяется. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Да, Дмитрий Валерьевич, добрый день. Сегодня в ходе нашего эфира прямого хотим отметить те или иные положительные, негативные тенденции, которые были наяву в строительной отрасли в 2022-м. Пожалуйста, давайте с положительного начнем, именно со знаком «плюс». Для вас что имеет такое вот значение? Ну, давайте начнем с того, что год заканчивается, наверное, все-таки с положительными эмоциями, с некой уверенности в завтрашнем дне. То есть какая-то определенность, какой-то горизонт планирования, там, на ближайшие 2-3 года он появился. В прошлом году, то есть конец 2021 года, такого ощущения, такой уверенности не было. Вы поры по строительной именно отрасли имеете в виду? Да, конечно. Но тут надо напомнить, что, собственно, вопрос-то был решен, да, с выделением участков в этом году? Ну, давайте так скажем, он начал решаться. Начал решаться. Да. Это вот проблема у нас была на протяжении до последнего времени. Да. Как оцениваете потери, да, с которыми удалось выйти вот из той сложной ситуации, которая наблюдалась в предыдущий год, получается, да, 20? Ну, у каждой организации, наверное, были свои потери. То есть у нас потеря 40% трудового коллектива. Сколько? 40%. 40%. Это без возможности вернуть людей? Мы над этим работаем, но понятно, что люди квалифицированы, они без работы не остались, они нашли себе другое применение. Причем часть из них уехала за пределы Кировской области. И восполнить эти потери, скажем, нам на сегодняшний момент не удалось, и за следующий год, не знаю, дай бог, чтобы это удалось нам сделать. Это, Дмитрий Валерьевич, простите, прямое следствие уменьшения объемов строительства, да? Это прямое следствие административных барьеров, которые были созданы именно в строительном комплексе. Все ли эти административные барьеры сейчас сняты, или все равно есть еще над чем работать, на ваш взгляд? Такой зазор на 23-й год. Есть над чем работать, во всяком случае. Я вижу желание со стороны властей над этим работать, первое, и желание слушать то, чего не было, скажем, год назад. То есть я понимаю, что истина где-то посредине между позицией застройщиков и позицией властей, но вот возможность разговаривать и слушать друг друга, она позволит эту золотую середину найти и выполнять те поставленные задачи, которые есть и перед правительством области, но и с цельным организациям работать и развиваться. Что касается такого немаловажного фактора, как стоимость материалов, что с этим сейчас, Дмитрий Валерьевич, происходит? Видите, цены по-прежнему растут, они стабилизировались? Как ситуация развивается? Сейчас тенденция разнонаправлена, скажем так. Те материалы, которые значительно выросли два года назад, в пандемию. В первую очередь металл, это древесина, эти позиции показывают спад. Но если они выросли, скажем, в два раза, то спад процентов на 20-25. С другой стороны, те материалы, которые в тот период не росли, они начали расти сейчас. То есть это инертные, песок, щебень, гравий, это цемент, это кирпич. То есть тенденция разнонаправленная. И поэтому мне сейчас очень, скажем, трудно оценить себестоимость строительства жилья. Вот в этой ситуации, когда одни цены растут, другие не растут, потом другие поднимаются. То есть если бы это был равный рост, я бы так точно мог спрогнозировать. Когда это такой неравномерный рост, ну такая, скажем, некая неопределенность есть. Вот смотрите, да, по стоимости жилья. С разницей буквально там в пару дней вышли две такие разнонаправленные новости. Александр Соколов отметил в интервью, по-моему, Интерфаксу, что в Кировской области снизилось, благодаря принятым мерам, переговорам там со строителями, стоимость жилья, ну имеется в виду новостройки, да, оценивало там падение, по-моему, процентов в 12, да. И буквально вот через несколько дней выходит новость о том, что Киров попал в топ городов с самыми высокими ценами на вторичном рынке. Вот эта ситуация, как она так сложилась, да, ну то есть понятно, что вторичка дорожала ввиду отсутствия какого-то предложения на первичном рынке, но тем не менее вот уже конец года, и, судя по всему, выравниваться-то, видимо, цены не хотят. То есть здесь, на ваш взгляд, еще не хватает этого, да, предложения от строителей. Очень интересный вопрос. Дмитрий Валерьевич, да, простите, пожалуйста, у нас сейчас небольшая пауза будет. Побудьте с нами на телефонной связи, договорились? Да, мы вернемся обязательно, да, на этом мы вот первую часть завершим. Дневной разворот продолжаем, подводим итоги года в разных сферах. Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская» с нами на связи. Дмитрий Валерьевич, тут вы? Да, еще раз добрый день. Да. Вкратце вопрос, да. Да, слушателям вопрос, сложилась какая-то совершенно невообразимая ситуация со стоимостью цен. Жилье на вторичном рынке. Да, на вторичном, на первичном рынке. Почему-то никак вот они не хотят более-менее, судя по всему, выравниваться. В чем проблема? В том, что у нас еще пока не хватает предложения на первичном рынке? Ну вот здесь вещь идет, может быть, о нескольких разных величинах. То есть то, о чем говорил губернатор, это о цене, скажем так, в физическом объеме, то есть в рублях то, о чем говорили авторички, это идет о темпах роста, то есть это о процентах, это не о рублях. Давайте к первому новостному такому моменту, это вот то, что у нас цены на первичку снизились на 12%. Здесь вопрос, наверное, как считать. То есть мы знаем, наверное, сами тоже все видим, что у нас есть некоторый спад в предложениях на первичку, то есть мало объектов выводилось на продажу. И вот если, скажем, на рынок вышел какой-то новый большой объект, но с ценой чуть ниже среднего, то он по статистике может быть такая картинка складывается, что цена в среднем и опустилась на 12%. Но это не говорит о том, что, скажем, те объекты, которые были выведены ранее, они опустились в цене на 12%. То есть цену-то никто не снижал целенаправленно. Да, то есть это вопрос, как считать. Это арифметика вот такие, да. Да, 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 это вопрос именно в статистике, как ее считали, эту цену. Если мы говорим про второй новостной вот этот фактор, это увеличение темпов роста по вторичке, то здесь речь идет именно о темпах роста. То есть у нас вторичка, скажем, продавалась дешевле, и сейчас она начала стремительно подтягиваться к первичке. То есть это может говорить о двух моментах. Первое, что у нас вторичка была недооценена, да, то есть и второй момент, а может быть просто появился спрос на вторичку, и она поэтому так бурно начала расти, потому что первички не хватало. Но это не говорит о том, что у нас в стоимостьном выражении цены выше, там, выросли в два раза по сравнению с общероссийскими какими-то значениями. То есть цены на жилье у нас по-прежнему, ну, относительно Российской Федерации ниже среднего. Ну, знаете, тут вот я прям даже не знаю, как согласиться с вами, Дмитрий Валерьевич, потому что у меня пара друзей искали жилье как раз в этом году, и в чистых прудах квартира черновая, 60 квадратных метров за 5 миллионов. Ну, это да, вот такие кривые, не знаю, проявления, да. То есть цена меньше 100, а у нас общероссийская 180, то есть на ценах ниже средней по российской цене. Дмитрий Валерьевич, коротко, четко, в чем сейчас заключаются главные надежды строителей на изменения именно в чем? Ну, наверное, не одна надежда, а несколько надежды. Ну, да, да, вот основные. Первое, то, что у нас возобновление, скажем, программы льготной ипотеки поддержит спрос, что не будет резкого падения спроса. Это первый момент. Второй момент, то, что все-таки вот топ-оположительная динамика в отношениях между застройщиками и правительством, муниципалитетом, она сохранится, и с трехноводства дальше будут развиваться, появятся новые площадки, новые возможности реализовать проекты. Естественно, чем больше предложений, тем больше выбор у потребителя, то есть у кировчан. Соответственно, есть проекты дорогие, есть проекты более дешевые, то есть вот возможность выбора появится, ее появится больше. Спасибо. С наступающим. Дмитрий Сергеев, член правления Союза строителей Кировской области, гендиректор строительной фирмы Маяковской, был с нами на связи. Благодарим. Еще успеем набрать одного спикера до завершения этого часа. Я тут периодически, что касается строительства, стоимости квартиры развлекаю себя тем, что захожу на Авито и смотрю, сколько стоит, и боже мой, глаза округляют. На самом деле, в этом году, я раньше до этого никогда не видела, хотя все равно в силу профессии приходится периодически по соцсетям где-то что-то смотреть, люди начали жаловаться на стоимость цен на вторичном рынке. То есть прям вот в городских группах. Померно прям, да? Да, люди прям начали появляться отдельные сообщения о том, что люди, вы чего, ваша квартира столько не стоит. Ну, то есть и прям, правда, перечисляют какие-то периферийные микрорайоны, да, и стоимость жилья, ну, правда, ну вот в чистых прудах, ну, пять миллионов. Там нет вида на море, чтобы за такие деньги эту квартиру продавать. Совсем далеко не то место, где, да, может такая цена фигурировать. Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Константин, добрый день. Добрый день. Добрый день. Основные итоги года, Константин, подводим. Мы тут уже шутили, что не задавать вам вопрос о том, что у вас положительного по дорогам в этом году, но вдруг. Ну, так или иначе. Программы... Положительная все равно есть. Положительная мы практически программу в рамках национального проекта безопасности и качественной дороги региона выполнил. Улица Сурикова, все ожидали, что ее сдали, но на последнем заседании в прошлую пятницу со стороны администрации было сказано, что улица Сурикова до сих пор еще не сдана на сегодняшний день. Но они обещали, что вот в последние, последние дни декабря, я как понимаю, на этой неделе они ее сдадут. Поэтому ждем от них информации, что улица Сурикова будет все-таки введена в эксплуатацию, как объект в полном объеме. Но ее сейчас содержит подрядчик за свой счет. Это подрядчик ГДМС. Содержанием занимается за свой счет. Это последняя информация, которая была в конце прошлой недели, в пятницу. То есть она не включена в так называемый титул, да, вот этот еще? Да, она не включена по той причине, что объект не введен в эксплуатацию улицы Сурикова, и поэтому содержание занимается подрядная организация, которая ее строит. Если брать всю область в целом, то в рамках национального проекта безопасности и качественной дороги и в рамках бюджета Дорожного комитета, Министерства транспорта и региона, то практически все объекты выполнены. Таких больших проблем, ощутимых, как были в некоторых годах, как помните, там Кирово-Чепецк, улица Братья Васнецовых, там откладывались неоднократно, как некоторые объекты по другим еще, по другим объектам региона, как там в Фаленках у нас был один объект. В этом году такого не слышал, не видел, и это радует. Основные проблемные, основные болевые точки, которые нам предстоит решить в ближайшее время, в наступающем году. У нас еще минута есть, давайте их обозначим. Ну, мы все с вами знаем, у нас объявлено, что мы будем строить, начинать мост в Кирово-Чепецке в сторону Каринтворфа. Это 23-й год, 24-й, 25-й. Это туннель, вот я считаю, что это основные болевые точки на сегодняшний день, по той причине, что мы все эти ждем, стройки, но кто будет строить, и когда мы это увидим, это где-то все должно начаться в 23-м году. Как говорил губернатор, как говорил бывший министр транспорта. Поэтому, вот на мой взгляд, это основные болевые точки будут следующего года, потому что все люди будут ждать эти две большие, великие, можно сказать, стройки для нашего региона. Ну и основное, это опять же, там, текущие, текущие ремонты, с которыми мы столкнемся в рамках нашего дорожного фонда Кировской области. Спасибо, спасибо, благодарим за оценку. Константин Сьячихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, был с нами на связи. Завершаем первую часть нашей программы, продолжим подводить итоги выходящего года уже после 13 часов, так что не прощаемся. Продолжение следует...